итак всем привет вы на канале буран гараж 35 очередной боже только приехал в гараж затопил печку так это растапливаем в принципе топим подоконниками всякими поддонами на тот вопрос отвечу где берете в городе дрова на на свалке этих подоконников окон немерено просто-напросто сейчас сделали монтажную пену круглогодичную как говорится мороз можно пенить поэтому окна меняет зимой и летом все растапливаем печку переодеваемся будем работать и сами как раз так парни делаем тюнинг маски рессанта ms1 вроде бы работают все нормально но так как щиток желтый то получается вот видите с другой стороны вожу пальцем и он просвечивает и когда варишь она вся светится и в итоге получается что ну как бы нет не защищает и тут есть и все да ну да может специально для этого и наклеить а сейчас хотим ее покрасить черной грунтовкой или черной эмали а может быть у нас даже есть карбончик пленка может карбончик затянет да давай изнутри покрасим черным основную карбон туда все нормально может чё погри подольше а сейчас сделаю обзорчик вам то есть выкинул фоточку до которую на стену и сказал что мертвый мотор покажу сначала картер почему я сказал что картер в помойку смотри картер вроде бы на нем нет следов что например здесь вращались подшипники да но есть следы что когда-то сепаратора разваливались то есть иголки вот они зацеплялись и на этом на этом цилиндре но это эта фигня полно так но если вести лезвием вот так лезвие упираться в первую первую ступеньку здесь потом здесь здесь но здесь нету так дальше здесь и вот здесь и это все парни это все алюминий то есть если пошкрябать сейчас фокусируемся так вот фокусируемся ведь он заблестел то есть это борт алюминия это не герметик и что получается то есть это алюминий откуда он взялся то есть все ладно мы было вот здесь что например борт здесь и вот здесь да в этих местах это получалось бы от лабиринтов то есть лабиринты износила и натаскала алюминий сюда но по факту тут уже подшипники колотят то есть подшипник вот на коленвалу подшипник этот средний он болтаться все стороны вот такой он так крутится и этот подшипник и этот такой то есть что по факту получилось подшипники колотили может вал кривой был и они просто выбили вот это место вот так выколотили то есть здесь уже подшипники не зажмутся на этой половине картера точно такая же история тоже все вот как бы если вести рукой вот здесь пальцем то это офигенно все прощупываться что здесь канавы просто то есть этот картер мертвый и ничего с ним уже не сделаешь его только печаль беда но его только сдать в алюминий все коленвал дальше картер отставляем в сторону его даже не жалко уже коленвал с коленвала только можно взять венец электро запуска это он такой потрепанный уже но еще походит левая шейка шатуна нижняя вал ходит вот так верх-низ есть право-лево эта фигня да не сильно страшно а вот верх-низ даже ощущать и сильно этот верх-низ ходит но меньше такие на этом на этом шатуне у нас выкрашила верхнюю головку почему не фокусировать это щипки вот видно пятно черное это выкраску со металл этот шатур он такой более-менее на запчасти пойдет как говорится может быть когда-нибудь на какой-нибудь вал станет а хотя не и хотя нет сейчас покажу вам хоть зеркалку заводи на зеркалка снимет это все ну видно видно вот похова то на виду то есть вал в помойку слова только можно взять цапсы я думаю среднюю шейку возможно взять кого так дальше то поршнем поршни естественно менять то есть поршень еще старого образца с широким кольцом поршень вот так вот залита от палец так вот брекает палец входит во втором потом во втором потуже но видно что вот этот поршень поставлен новый поршни разные и вот этот поршень поставлен более свежий видно можно менялся цилиндры 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 это левый цилиндр весь задранный то есть задирами цилиндр особенно вот с этой стороны вот такой цилиндр нечего взять с него с этого точно так же такой же парни если я как бы скидываю в группе да говорю что этот мотор труп то есть я не никого не собираюсь разводить то есть я хозяин так сказал он привез ко мне мы вместе с ним его разобрали и я им по факту все по полочкам все что я вижу то есть от дефектовал мотор и взять с этого мотора нехуй то есть он просто-напросто труп но не сказал что я купил он себе хоть недорого грубо говоря за так просто взял и он не сказал ягод один раз его завел он звенит весь на фути потому что толком ни хуй не работа вот оно так и есть здоровье звенело здесь на шатун в нижней головке шатуна вот этот палец поршни мы и сами поршни в цилиндрах вот так болтались извинили то есть по факту с этого мотора ничего взять останется с этого мотора только стойка клетчатки и головки только клетчатки голову и на головке вот такие вот все изъебанное этим иголками от сепаратора то есть да и вот посмотрите нагар черный нагар да и вот это вы говорите там авто авто лучшее масло авто лучше масло авто гоняет посмотрите сколько тут копотина вот это вот у вас такие вот то ездить на авто линах у всех такие моторы что один поршень что второй поршень вот такие вот на рост и у вас есть что взять выхлопной коллектор если туда заглянуть там нету там уже дыры нету грубо говоря и вот это вы говорите все там в один голос да лучше масло авто нету чего вы нашли хорошего в масле авто авто это не масло это говно тюнин пошел бля все чаще четко года чаще карбоном заклеим более вот вообще шикардос просто хочу но есть же карбон все загляю гармонами маленько ну вообще просто за тюнинговали и наклейку заклеили косячно конечно заклеили теперь карбоновая маска внутри покрасили черный цвет как но сделать красота прям вообще по сравнению с нашей нормально походит все она долго у нас лежал в коробке коробка от нее там на чердаке валялась не пользовались мы короче у нас сегодня какая-то беда дрель сгорела перестала работать болгарка это работа 2 болгарка наипснулась то дрель сгорела в итоге съездили сани купили новый аппарат вообще новые даже гарантия два года упаковщик 29 взяли интерскол 540 из быстросъема ну то есть с патроном с таким должна поработать 540 было чуть поменьше 4 сотка ну уж подумали взять 540 ватт чтобы хотя бы был ну больше я брал из-за того чтобы сверло 12 сверло можно было в нее закручивать и спокойно сверли 12 вот такие вот обновки посмотрим сколько интерскол поработать и придется наверно еще болгарку покупать то что это 115 болгарку уже тоже доживает но эту починил но она гудит шумит короче тоже долго не пройдет на и вон то у нас еще есть макита 180 на макита посетить не пользуюсь потому что она большая а большой болгаркой пользоваться не очень удобно а сейчас у нас чайковский вчера заезжал к подписчику ну то есть клиенту даже попросил заехать посмотреть что с коробкой в итоге в итоге он уронил одну шайбочку ставил гусянки и уронил одну шайбочку которая стоит на ведущих валах о которой много пишут и вконтакте и на форуме что не уроните шайку вот он уронил я но не знал не знал про него никто ничего не говорил и он уронил в редуктор редуктор у его был не разобран он не хотел его разбирать но по факту пришлось разбирать он снял верхнюю крышку и звонить некий сандиба приезжают подскажи как на короче мы съездили разобрали ему всю коробку получаться я его заставил грубо говоря сделать дефектовку 8 мы все сняли подшипники там уставшие то есть поэтому не зря ее разобрали и вы его стоит трех рядочка и вот этот подшипник тут игольчатый подшипник стоит он иголки все высыпались и иголки уже сточены такие края у их острая то есть звезда звезды был люфт вот такой вот и иголки просто вытерла иголки все высыпались сколько-то потерялась и голод то есть подшипник мы купили а старый мы с ним вчера у и в гараже не могли выбить то есть он вот такой как бы всю кромку выколотили подшипник оттуда не выбился и сейчас я попробую убор машинкой распилить вот так вот вот так его край и загнуть этот край туда и этот край туда и думаю что все равно я ее все равно отсюда выковалю как не крути так попытка попытка распилить обойму фрезой не получилось фрезой не берет не такая не такая потому что обойма каленая так значит так 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 выход будем делать сейчас у меня есть отвертка по которой можно колонуть заточу ее остро и попробую вбить сюда вот с двух сторон с двух сторон больше выхода не вижу пока что и в итоге его победил таким анонизмом пришлось заниматься выколотился так туго потому что скорее всего звезда была нагрета и подшипник на горячую чипок и он обжался уже оси на трубу перекрыл на вот такая штука мне сегодня маляр виде какой на спецодерживаем выдал новую наху так цели это завершили на сейчас покажем как работает наш тележки до и эти нашими съемниками можно снимать с нее колеса первоначально берем разбираем тележку все равно вынимать ось нужно чтобы ее смазать то есть вынимаем раскручиваем оба колеса обязательно если их не раскрутить то вставка сделано у меня сделано из старого ненужного удлинителя для головы вставка сделано если ее не то есть крышку ту не снять то крышку выдавить просто-напросто вставка вставляю что дырочку чтобы закрыть ввожу болтик и одеваем съем съемник одели никакую разбойцовку ничего не на убирать просто берем исключено 19 еще не очень 19 2 ключа на 19 без остановочки желательно быстренько раз раз и все подшипник снял подшипник сняли сейчас покажу подшипник сняты занимаем болтик занимаем трубку занимаем крышку и смотрим копочки развальцовочка чистая гладенько вообще четенько берем подшипник берем молоток до подшипник надели берем уже другую из другого набора можно вы есть можно вам использовать шарик от подшипника чтобы он был такого большого диаметра но я не мог такого подшипника найти но кто-то в деревнях живет там от комбайнов или чего нибудь можно такой подшипник или же другой вариант берет рулевой наконечник там шар большой или же жигулевскую просто шару и там тоже шарик такой нормальный достаточно и просто разбираете эту шаровую и как бы шариком сюда ложите исключительно я использую вот вороток мне отлично подходит просто 2-3 раза стукнул все завальцевалась то есть вот вся работа перед вами буквально сколько две минуты мы сняли отдельно вам подшипник и завальцевали никакой ебли не надо там рукавицу отдел колотишь этот подшипник разбиваешь потом не знаешь как эту завальцовку заводскую завальцовку расправить обратно она все равно будет квадратно потом не знаешь как набить подшипник люди мучаетесь не знаю зачем учиться приобретайте наши съемники все будет вас офигенно кому понравилось ставьте пальцы возможно кто-то скажет из вас что например зажимая в тиске в трубке и загнуться парни здесь трубка 3 миллиметра толщиной то есть вам ее не согнуть тисками но не надо столько тиски сжимать чтобы трубка согнулась да и по факту ее не согнуть она толстая трубка сделана нормально вот эти же трубки в которой ходит ось она тонкая дату где-то миллиметра полтора на стенка в этой стенка ну два два с половиной точно есть около трех миллиметров ничего страшного не бойтесь зажимайте в тиски и все нормально раскручу все нормально разбираться наконец-то дошли руки до мотора то есть который собирали который был подписан то есть собран давно мотор стоял уже запылился все хозяин не звонил сейчас набрал что приедет сегодня забрать надо у меня только не настроены на им зажигание но она настроена была но на другом коммутаторе а потом уже заметил что коммутатор тут 28 сильный мотор коммутатору нужен 006 у меня был 006-01 так вот покажу еще раз как настраивать зажигание то есть берем оправку берем оправку сделано из свечи и болта дворачиваем вернули пробуем посмотреть где вам это где-то даже нет который было что такое не за поршни есть поршень поршень то есть уперся нас вариатор не крутится откручиваем правку потихонечку чик прошел значит лишь к открутили заворачиваем вот чувствует цепля чуть-чуть еще заворачиваем чуть-чуть и все вот поршень уже упираться можно еще маленько завернуть именно чтобы у меня было наверно то есть метка у меня уже поставлено я уже знаю примерно как должно быть часами провернется другой стороны не она нарисовать короче новую метку новую метку возьмем растворителя сотрем старую меточку вытрем уже вариатор весь изрисованный так берем карандаш кто-то стонет там что сложно настроить зажигание вот парни одной рукой настрой одной рукой смотрим сейчас сейчас троечка беру еще чтобы понять не было смотрим видите да то есть вот вариатор уперся уперся рисуем метку так шкала у нас шутически ровно как она должна быть вот так чтобы вам понятие было на вот так рисуем метку напротив 0 короче телефон немножко искажает поэтому рисуем меточку напротив 0 пир разворачиваем коленвала в обратную сторону вкручиваем прокрутили то есть коленвал провернулся и подошел к метке подошел к направке нашей другой стороны рисуем еще одну метку все вот у нас получают две метки берем хочет ангель циркуль хоть линейку без разницы чего возьмете меряем расстояние промеж меток померили чуть-чуть побольше где-то 2 и 5 2 и 5 примерно получается 20 ну 25 миллиметров это получается 25 миллиметров по 2 по 12 с половиной миллиметров делим так тут и тут примерно верно она будет вот здесь вот тут вот у нас метка будет можно по длине и нарисовать и вот сюда еще черкнуть наверняка было ее видно все так эти мы стираем все подготовка к установке зажиганию завершена выкручиваем правку то есть вот эта метка чем сейчас нарисовали она у нас вот когда поршень в мт вот он в мт увидите как у блядь его лифты какие на на грубо говоря вот это вы мт вы только мы его нашли очень точная вот отвертка его определить это нереально будет свечу затянули надеваем колпачок может быть кому-то я первым стробоскоп отправлял и не рассказывал тогда такое что на бронепровод если например стробоскоп вы нажимаете кнопку он не срабатывала до или там срабатывать через раз или наоборот или такое что далее оборотов он перестает работать нужно намотать пару слоев вот буквально тут один-два слойчика то есть ну вот столько кусочку такой вот фольги обычной металлической алюминиевой фольги пищевой можно ее взять от шоколадки аленка там тоже фольга неплохая для чего фольга чтобы датчик у стробоскопа стробоскопа датчик чтобы мог видеть сигнал с бронепровода то есть на это место блин как же не ловко одной рукой так на это место у нас вешается стробоскоп прищепочка так прямо на фольгу раз и все вот она висит почему почему нужно наматывать то есть есть провода у всех провода разные кто-то ездится автомобильная вот как эти автомобильные провода кто-то ездит на медные жили провода и провода бывает экранированная вот эти экранированные провода и через них плохо берет из-за чего я и подматываю то есть на оборотах стробоскоп не видит искры и он не мигает он мигает в тот момент когда идет искра то есть когда происходит искра он мигает когда у нее не видит он мигать соответственно не будет все вынесли на улицу прикрутились к станине сейчас я обычно делаю так чтобы легче запустить мотор короче просто берете шприц и заполняете карбюратор а пока если его не заполнять пока дождешься пока бензонасос закачает это очень долго нудно и на дергать пол недели заполняешь полностью камень попусковую камеру и потом вторым шприцом чуть-чуть ему брызга аж дышу и он буквально заводится с первого со второго раза без разницы только собранный мотор зажигание настроение настроена если хотя бы немножко там в мт попадает он запустится сразу все сейчас заполняю карбюратор топливом и пробуем запуска отключится коммутатор начала почувствовал что что-то неладное моторе работа сейчас сейчас болтик другой возьму прикручу коммутатор нормально все взял пол другой когда парни чувствуете что идут пробой то есть мотор через раз работа особенно газу даете он начинает на может быть даже стрелять насчет карбюратор это пробой зажигания во всем этом во всем этом вина вас то есть коммутатора нету массы ну вот в принципе я и говорил что я уже ой закрыл другим пальцем этот самый зажигание уже настраивал и как бы то есть было настроено на другом коммутаторе начальный угол и в принципе этот коммутатор нормально работает но сейчас еще сейчас показывает где-то 17 18 градусов на холостом но холостой большой еще потому что мотор немножко еще как бы ну кольца не прикатанную то есть цилиндра они в принципе то и не прикопается но все равно километров 50 100 мотор проедет он будет работать уже более стабильный на холостом все равно после даже и старый мотор после переборки работа как бы ну туговато так скажем в принципе залива на стартеры меня бесят на починили зажимают чуть-чуть холостого побольше дать и а и но и и и и и и и и вот это самая правильная глушилка то есть две буквы з зажимаете это зарядная катушка то есть делаете короткое замыкание зарядной катушки и мотор глохнет из-за чего у некоторых там бывают горят коммутаторы глушилка сделано не с двух букв за то есть да не не коротким замыканием зарядной катушки это черный и красный провод перемыкаются а у их сделано прерваться цепь с буквы t с коммутатора то есть синего провода обычного на снегохода синие но у меня тут колхозника я свои провода просто сделал синего провода и до катушки зажигания прерываться цепь то есть что получается вы мотор глушите вас с мотор же он не колон встает то есть да раз и остановился мотор у вас колон встать не может то есть там вы нажали кнопку колон остановимся такого же не бывает он немножко еще продолжает крутиться сколько-то то есть даже заглох уже то есть искры нету но по инерции он крутится и в этот момент маховик же вращаться зажигание то есть зарядная световая катушка заряжаются до тех пор пока магнита у маховика не перестанут ходить то есть также вы замечаете да когда вот например у кого без аккумулятора то есть буран глушите а у вас фара она горит до того до той степени пока буран практически уже все мотор заглох она только в этот момент погаса как бы она тускут ну как бы плавно тускнет а не то что на чеки погасла такого не такого нету то есть она плавно гаснет вот то же самое происходит зарядная катушка которая идет на искры образования до которая заряжает коммутатор вы заглушили то есть прервали цепь между катушкой зажигания и к и коммутатором но зарядная катушка на основании она по-прежнему заряжаться потому что маховик имеет инерцию то есть он крутится он ее заряжают заряжат в этот момент коммутатор а у вас цепь между коммутатором и катушкой катушкой зажигания прервано и коммутатору никуда разрядиться то есть в том случае когда у вас сделана гушалка две буквы зэ или красно черный провод с основания вы там замыкаете зарядную катушку то есть делайте в ней короткая замыкания то есть нажали кнопку сделали короткое замыкание уже никто никуда никого не заряжают то есть катушка освещения также по-прежнему дело тоже тут то что свет гаснет тускло а зарядная катушка вы ее короткое замыкание она перестает работать то есть коммутатор в этот момент не зарядился мотор заглох ничего не сгорело а в тот момент когда вы прервали цепь у кого сделано так цепь между катушкой катушкой зажигания и коммутатором у вас получилось коммутатор зарядился разрядиться ему некуда и получаться он ну сгора я не знаю что именно сгора от ним я думаю что и литеристов и ну или сопротивление какой-то выбирать возможно я не чуть-чуть не прав может быть как бы не со стороны электронщиков объяснил как-то может кто-то в комментариях меня поправить но как как я понимаю это так происходит то есть гушение прерыванием цепи между катушкой зажигания и коммутатором неверное гушение потому что будут гореть коммутатор они на самом деле горят еще как я думаю горят коммутатор и из-за того что они не то что горят от вибрации но рмсд моторы они такие вибро вибро нагруженные кабин моторы и коммутатор у многих людей прикрученного так на мотор не надо этого делать то есть открутите коммутатор от мотора удлините провода и киньте его под сиденье под сиденье замотайте его в кусок туристического коврика и все и бросьте под сиденье то есть сделайте с корпуса коммутатора массу на корпус двигателя и пусть он болтается под сиденье вот от вибрации с годами то есть там вы ездите сезон 23 и просто от вибрации мне кажется внутри отваливаются провода и все и коммутатор пистолет работы вот как-то так что запустим еще разок попробуем гушили мы только что как вы заметили отверткой замыкали две буквы за красный черный провод с основания давайте попробуем вот после такого глушения ну как бы понятно дело что если его глушить так он долго заводится после такого глушения он заводится только это делать надо парни аккуратно то есть блин тут бен стекет думаю откуда капот слабый шланг без хомута вот с такого как бы он заводится а сейчас вот он то есть мы заткнули ему воздух он максимально сколько мог втянул в себя топливо сейчас он заведется раза с 5 может видите выбросного но пока короче не не прокачать сейчас он залился все убираемся замерз не могу пойду гараж греться все четенько идеальненько ща привет клиент отдадим моторчик он конечно просил еще съездить ему его поставить но скорее всего будет любезно отказано все у печки на таборетку аж спать захотелось поэтому на этом будем заканчивать наш блок и так получился долгий не информативный но долги как-то так вступайте в нашу группу в контакте уже больше двух тысяч участников общаетесь добавляйте свои фотографии кто куда ездит на рыбалочку не на рыбалочку на охоту трофеев выкладываете все катайтесь парни не ломайтесь увидимся в следующем видео пока